Всем привет! Я сегодня к вам с рецептом знаменитых булочек. Булочки потрясающие, слоистые, ароматные, пышные, сливочные. Простой рецепт с прекрасным результатом, и такие булочки никого не оставят равнодушным. Для булочек понадобится 450 граммов муки, 100 миллилитров теплого молока, 100 миллилитров теплой воды, 18 граммов прессованных дрожжей или 6 граммов сухих быстродействующих, 80 граммов сахара, 4 желтка, 2 чайные ложки ванильного сахара, 1 чайная ложка без горки соли и 110 граммов сливочного масла. Сливочное масло нужно растопить и оставить остыть. Молоко смешиваю с водой и в жидкости растворяю дрожжи. В миску, где буду замешивать тесто, перекладываю желтки. Всыпаю сахар и ванильный сахар. Взбиваю несколько минут на высокой скорости до посветления и увеличения массы в объеме. Всыпаю соль и вливаю остывшее масло. Перемешиваю. Теперь вливаю дрожжевой раствор. Все хорошо перемешиваю. Все ингредиенты добавили, осталось только мука. Всыпаю ее понемногу и замешиваю тесто. Оно получается очень мягким и липким. Не спешите добавлять еще муку. Вымешиваю тесто 5 минут. Оно станет плотнее, соберется в комок и будет отставать от рук. Если ваше тесто осталось липким, можно добавить еще немного муки. Продолжаю вымешивать тесто. И когда оно начнет отставать от стенок миски, перекладываю его на стол и вымешиваю до гладкого, однородного комочка теста. Тесто будет не липкое. Вымешивать его удобно. Весь процесс вымешивания теста занимает 10-15 минут. Как и любое дрожжевое тесто, его можно замесить в планетарном миксере. Готовое тесто очень мягкое, при этом не липкое, а гладкое, пронизанное мелкими пузырьками воздуха. Кладу тесто в миску, смазанную подсолнечным маслом без запаха. Накрываю пленкой и оставляю для брожения на 1,5 часа. Спустя это время тесто обминаю. Накрываю и помещаю в холодильник на 30 минут. Тесто охладится и с ним будет удобнее работать. Для смазывания теста понадобится 20 граммов сливочного масла. Оно должно быть мягким, комнатной температуры, поэтому его нужно заранее достать из холодильника. Охлажденное тесто делю на две половины. Одну пока возвращаю в холодильник. Вторую раскатываю в прямоугольный или квадратный пласт толщиной 5-7 мм. У меня получился примерно 30 на 30 сантиметров, плюс-минус 2-3 сантиметра. Смазываю тесто тонким слоем сливочного масла. Ножом для пиццы или обычным ножом делю на полоски шириной 3-3,5 сантиметра. Каждую полоску сворачиваю в рулетик. Конец натягиваю и прячу под низ. Так нужно сформировать все рулетики. И точно так же делаю и со второй половиной теста. Все заготовки переношу на противень, застеленный пергаментной бумагой, на расстоянии друг от друга. Из всей порции теста должно получиться 15-18 булочек. У меня получилось 18 булочек небольшого размера. Сверху присыпаю заготовки сахарной пудрой. Накрываю разорванным полиэтиленовым пакетом. И оставляю их подниматься на 45-60 минут. Заготовки должны хорошо увеличиться в объеме. Духовку разогреваю до 190 градусов. Когда булочки подойдут, сразу переношу их в разогретую духовку. И при 190 градусах выпекаем их 20-25 минут. Я пекла свои 25 минут до легкой румяности. Режим духовки вверх плюс вниз без конвекции. Готовым булочкам даю остыть 1-2 минуты и щедро присыпаю сахарной пудрой. Булочки получаются очень мягкие, невесомые, с хрустящей корочкой и воздушные, слоистые внутри. Сплошное наслаждение разделять их на кусочки. Друзья, искренне надеюсь, что вдохновило вас испечь эти прекрасные булочки. И как всегда, желаю вам удачной выпечки. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok